доброго здоровьица мне пришло вот такое вот письмо давайте вместе мы его разберем кое-что для себя возьмем и так подписчица моего канала мне пишет вы самый лучший мой онлайн друг спасибо смотрю ваши стримы но получается чаще в записи я должен вам сказать там очень много так записано того что и в стримах нету еще и получше вы очень помогаете многим и вас многие ценят и любят не останавливайтесь спасибо я практикую ваши рекомендации не всегда гладко потому что сила воли иногда пропадает ну знаете я бы не сказал что сила воли пропадает просто человек есть такое слово замыливается то есть со временем пропадает интерес к оздоровлению еще там к чему-то к любому делу интерес пропадает ну вот как вот сейчас у меня так сказать я слегка поостыл посты вот это естественно потом опять он появляется начнем все равно стараюсь сейчас пьют мин сил стало много недавно пролежала лежка 4 суток до этого расстройства было сначала три дня потом лежала без сил три дня то есть до этого у нее было расстройство и не было сил потом опять расстройство три дня и сил не было то есть это уже неделю у человека нету сил естественно мы обращаемся к врачам врач сказал я к знакомому ходил что это ротовирус ротовирус я посмотрела ваш ролик о зире и тмини и сразу же стала пить пью сегодня четвертый день и сразу увидела разницу в первый день я выпила три чайной ложки и с утра до восемнадцати часов была бодро и забыла что не могла даже сидеть все лежало иначе была тошнота и голова болела и кружилась по второй день если последующие три дня я пью по пол чайной ложечки и главное для меня что сил стало море море сил стало море и настроение хорошее трам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-пам-пам голова не болит не тошнит фу все прошло для меня это удивительно а для меня это не сколько не удивительно это закономерность просто вроде бы и не лекарства и не голод не надо что-то преодолевать просто так все просто спасибо вам ирина ну вот теперь разберем это письмо вот смотрите тмин обладает такими фитонцидами которые находятся вот в его запахе так вот эфирные масла которые содержатся в тмине одни из самых сильных эти масла мощные эфирные находятся также в укропе и примерно в других там таких же растений вот пахучих особо чтобы они пахучие значит что они делают они подавляют при этом не влияя на организм подавляет своего рода бактериальную микрофлору и прочие там вирусы рота и и иные которые при размножении естественно с нашего желудочно-кишечного тракта наводняют наш организм и начинается у нас болеть от интоксикации голова болит начинает тошнить организм пытается как-то как-то очиститься рвота это одно из средств очищения естественно нету сил а куда силы делись потому что силы направляется на то чтобы вот эту всю инфекцию подавить а сейчас кругом море это инфекции море инфекции вокруг нас я уже неоднократно вам говорил что мы живем в таком мире который нас рассматривает как знаете такое бутербродик вкусненький как бы его лучше скушать а наша задача как и задача любого живого существа которые его хотят скушать особенно микромир одно дело там на нас медведь волк там напал ясно и видно кто нас хочет съесть а другое дело вот эти вот микробы микробы вирусы все это вместе грибки попадает наш организм они тут везде везде постоянно с ними соприкасаемся мы постоянно их проглаты мы постоянно контактируем через слизистую с дыханием и так далее так далее через кожу и наши естественные защиты вот не хватает а раз ее не хватает и все это как правило начинается желудочно-кишечного тракта значит и пошло вот это вот цепочка запускается человек никакой почему растение особенность все растения пахнут все растения содержит фитонциды и мы содержим свои фитонциды и мы содержим свою энергетическая защита энергетический иммунитет у нас есть то есть вот если взять семя тмина ну примеру мы берем вот этот его запах вот что мы запах это энергетика которая окружает это семя для того чтобы его никто не съел и муж надо дать потомство прорасти в растение а его уже там сидят поэтому нам мощно защищается и когда мы с вами теперь смотрите вот если рассматривать то что нам современная наука медицина и прочее прочее там пытается значит вот как-то нас укреплять там забыл при этом вот там витамины там минералы и так далее так далее все это в какой-то степени имеет место быть но нам надо взять ту защиту которая была у этого семени тмина и проглотив его либо разжевал его если мы разжевываем значит ну вот здесь вот все освежаем и защищаем значит убиваем там дезинфицируем если мы глотаем целиком то действие начинается за желудком начинается тонкий кишечник толстый кишечник то есть там где вот это вот никакие особо вещества не берут даже если мы смотрите с вами вот антибиотики там эти все глотаем то как правило они в тонком кишечнике у нас всосутся в круг и то что в полости находится ниже лежащих отделов тонкого кишечника и толстого кишечника они там особо не это действие свой не оказывает и тут только вот такие вот пытливые умы вроде меня догадались что для того чтобы там протравить в полости кишечника мы это должны съесть не разжевывая потому что под действием желудочно-кишечных соков это все начинает как бы сказать распускаться это зерно и отдавать свои вот эти вот фитонциды отдавать свою энергетику защитную тем самым укрепляя нашу энергетическую защиту то есть мы становимся сильнее слабина есть и знаете вот можно много говорить там иммунитет такой иммунитет всякой вот то там съешь это там съесть если взять опыт по лечению там исцелению значит оказывается что какие самые эффективные самые эффективные считаются энергетическое воздействие допустим джуна давитошвили как лечила раз отдавала энергетику направляла значит энергетический поток человек заряжался и сразу же у него начинали идти все нормально и процессы и прочее 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 которые не могли нормально действовать из-за недостатка энергии в некоторых случаях это помогало в других случаях когда организм сам не мог эту как бы сказать энергию подцепить то есть в случае когда человек уже старый когда он уже дряхлый его накачивает энергию он чувствует о отлично отлично он себя чувствует значит это действие продолжается не некоторое время по мере того как это все рассеивается значит опять наступает дряхлость и опять надо тебя накачивать вот в этом случае вот это вот энергетическое воздействие оказывается краткосрочным и то чтобы поправить так здоровье как человек там хочет нет такого не бывает да вот некоторое время он там будет нормально а потом все спустится то есть но не держит уже организм энергии а сам он не может вырабатывать когда мы с вами употребляем зиру тем самым мы вот эту энергетику зерна плюс на выражением этой энергетики являются вот эти все это эфирные масла вот эти все эти фитонциды это как бы продолжение энергетики на материальном уровне то есть можно и отличаем там по запаху по вкусу какая там она есть мы тем самым укрепляем свой организм и поэтому регулярно и самое важно использовать вот такие простые вещи природные вещи и которые являются для нас едой а не лекарством как говорили древние пусть вашим лекарством будет пища а пища лекарства и вот соблюдая вот эти вот древние вот этот заповедь мы с вами вот так вот легко и просто боремся против вот это вот обилие этих всех вирусных и бактериальных инфекций по себе скажу вот ротовирус сил нету буквально таки сразу начинается действие сразу начинается действие далее на себе я отметил герпес герпес медленно тлеет в организме так знаете так он его разрушает а так это инфекция она никуда не уходит она просто медленно тлеет так или иначе там вызывая его разрушение потом трах бах какое-то заболевание нету человека тоже прекрасно берет тот же тмин это я прочувствовал на самом себе и практика покажет одно дело знаете там можно там как говорится а вот сдайте анализа узнаете еще что там не главное здоровье чтобы я вот этой заразы не чувствовал как правило по своему собственному стулу мы мы не не привыкли ориентироваться по своему собственному стул чтобы не было никаких газов которые указывают на то что у нас идут не те процессы которые должны по консистенции запаху там и цвету и так далее форме можно судить как работает на желудочно-кишечный тракт и добиться чтоб нормально потому что первые проблемки начинается сначала с ним и оттуда вся эта инфекция всасывается у нас по всему организму а потом мы думаю шо у нас тут суставы болят а шо у нас сосудами а что у нас тут голова давление и прочее 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 и вот такие вот простые вещи позволяют решить многие проблемы со здоровьем далее у меня к вам такая просьба у кого есть вернее кто бы мне под подсказал или может у кого есть архивы вестник зож зож там зож письма в электронном виде мне не надо в письме мне в электронном я все это обработаю и со временем это все появится на канале и преподнесено это будет в таком виде вот как как протмин что вы это поймете и применять очень мало людей способны работать с информацией и отбирать важное и применять ее к себе и понимать как она действует это очень очень важно благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению доброго здоровься и до новых встреч